Лекарственное обеспечение у прямого потребителя, инвалидов, диабетиков, астматиков и прочих давно уже не вызывает вопросов. Все знают, с этим нельзя шутить. Все, что связано с их получением, делается медленно, натужно и с ошибками. Поэтому нужно заранее выписать, заранее обратиться в аптеку, ходить туда ежедневно, чтобы не пропустить тот счастливый отрезок времени, когда жизненно необходимое лекарство пришло и тебе его выдадут. Но бывает и так, что обычные предосторожности не спасают. Проблема возникла с лекарствами. Мне положено, как по региональной программе, мне от астмы положены лекарства. Потому что они, в общем, мне жизненно важны, я без них жить не могу. Теперь у нас возникла такая проблема, мне эти лекарства не дают. Вот я не приготовила, мне дают другие, от них мне плохо, понимаете. Ну, я везде, куда только я ни писала. Я и в Минздрав звонила, я и в администрацию нашего правительства звонила. Вот мне приходят отписки. Медицинские чиновники то посылают женщину выписывать рецепты повторно, то сетуют на отсутствие каких-то бумаг у них в цепочке ведомств. Все их условия Лариса пытается соблюдать, но ей трудно делать это, страдая от удушья. Я ездила к главврачу в Новоульяновскую больницу, он сказал, это решается не на нашем уровне. Я к Ночмеду обратилась, она говорит, а это виновата ваша больница, что вас не внесли ваше лекарство в заявку на этот год. Но это уже не первый год, с 2014 года. Губернатор Сергей Морозов не раз отмечал плохую работу снабженцев Минздрава. Но если прежде все списывалось на недостаток средств, то теперь бюджет здравоохранения 20 миллиардов. Был 800 миллионов. Денег много, а толку мало. Наплевательское отношение к пациентам остается. У соответствующего министерства есть телефон горячей линии. 8 800 273 07. На который могут звонить пытающиеся решить свои медицинские проблемы люди. Мы решили пойти предложенным чиновниками от медицины путем и задать вопрос, который Лариса Александровна задавала специалистам Минздрава уже много раз. Здравствуйте, вы позвонили на телефон горячей линии Министерства здравоохранения. Обращаем ваше внимание, что с целью обеспечения качества обслуживания все разговоры с оператором записываются. Продолжая разговор, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных. Специалист контактного центра Алена. Добрый день, я вас слушаю. Вам необходимо за комментариями обратиться в Министерство здравоохранения. За разъяснением, чтобы они вам дали комментарии. Способен ли рядовой житель найти телефон кого-то главного, чтобы дозвониться лично? Система принятия обращений сейчас работает формально. Понятно, что если особой проблемы нет, то решить ее по телефону можно легко. А можно ли решить ее с помощью письменных обращений и звонков на горячую линию? Павел Половов, Олег Тоньшин, репортер 73.